Здравствуйте! В эфире специальная программа Первого канала и телеканала Россия. Это прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ее проведут Екатерина Андреева и Сергей Брилев. Здравствуйте! Мы находимся в Кремле, а передвижные телевизионные станции сегодня находятся в 12 точках по всей стране. Мы наладим прямую связь не только с крупными региональными центрами, но и с совсем небольшими населенными пунктами, в том числе и селами. Главные граждане смогут задать свои вопросы главе государства в прямом эфире. И, кроме того, вопрос президенту можно задать по телефону. Его номер 8-800-240-40. Я обращаю ваше внимание, что звонок с любой части Российской Федерации бесплатный. Также свои вопросы вы сможете присылать через наш центр СМС-обращений. Свои вопросы. Его номер 0-40-40. Итак, в прямом эфире Кремль и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Добрый день. Пока мы доналаживаем связь, я хотел еще раз обратить внимание наших зрителей на то, что все сообщения, которые приходят через любой сотовый оператор, сообщения бесплатные. Но, ко всему прочему, вы можете присылать свои вопросы через специальный сайт. Его адрес www.presidentline.ru Владимир Владимирович, несколько необычная у нас прямая линия получается. В том смысле, что ей уже почти столько же лет, сколько вашему президентству. Мы уже на пороге 2008 года. Тем не менее, начнем с традиционного, классического вопроса для этой прямой линии. Чем последний прошедший год с последней прямой линии вам запомнился и что она изменила в жизни страны? Прежде всего, добрый день еще раз. Добрый день. Здравствуйте. Я сейчас же начну отвечать на ваш вопрос, тем более, что он традиционный. Я даже сделал кое-какие пометки, чтобы не ошибиться, хотя все эти цифры, конечно, уже помню наизусть. Но начать сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний разговор я бы хотел с другого. Я хочу поздравить сборную России по футболу со вчерашней победой. Всех любителей спорта, любителей футбола с замечательной победой. Мне кажется, что команда победила в значительной степени благодаря мощной поддержке трибун, мощной поддержке болельщиков и за счет командного духа. И, конечно, везение, удача, которая сопутствует главному тренеру, господину Хиднингову. Это приятное событие в спортивной жизни страны. Я всех на душе поздравляю. Теперь по поводу того, что изменилось в жизни страны за последний год. Вы знаете, отвечая традиционно на этот вопрос, отвечая традиционно на этот вопрос за последние годы, практически каждый год я говорил о том, что результаты работы за прошедший год были положительными. И мне приятно отметить, что ни одного раза мной не были допущены какие-то натяжки. Ничего не нужно высасывать, как говорят в народе, из пальца. Действительно, результаты работы за все эти годы положительные. Не исключением является и текущий год. Более того, он даже лучше, чем мы ожидали. Вот главный показатель успеха – это рост экономики, так называемого ВВП – валового внутреннего продукта. Мы все время ссылаемся на этот показатель. Почему? Потому что ВВП – это объем нашей экономики. От того, насколько растет объем экономики, что это значит для нас. От этого показателя зависит количество рабочих мест, поступление в бюджет, возможность государства не только исполнять свои социальные обязательства, скажем, вовремя платить заработные платы и пенсии, но и повышать их. От этого зависит развитие социальной сферы, здравоохранения, образования, обеспечения обороноспособности и безопасности государства. В прошлом году рост составил 6,7%. Очень неплохой показатель. В этом году мы планировали 6,2%. А реально за 8 месяцев текущего года у нас уже рост составил 7,7%. Значительно выше запланированных параметров. Это само по себе уже очень неплохо. Но еще лучше то, что мы начали, наконец, добиваться того результата, к которому стремились все эти годы. Рост в значительной степени обеспечен не сырьевыми отраслями производства, не нефтью, газом, металлами и так далее, а на две трети обеспечен другими секторами экономики. Какие это? Это строительство, транспорт, связь, торговля, инвестиционная деятельность. И в этой связи хотел бы отметить, что инвестиции в основной капитал у нас составили 25%, рост 25%. Прямые иностранные инвестиции выросли еще больше, в 2,5 раза, составили 16 миллиардов долларов. Лидерами роста являются, как я уже говорил, строительство. За последние 5 лет мы перерастали по 15% ежегодно. Это очень большой показатель. В этом году рост составил почти 25%, 24,4%. А вот жилья еще больше, 34,5%. Это уже похоже на так называемый строительный бум. Обрабатывающие отрасли – 10,3%. При этом машины и оборудование, их рост составил 25,4%. Золото-валютные резервы выросли до рекордного за всю историю России уровня, и Советского Союза, и Царской России – 424 миллиарда долларов США. Стабилизационный фонд правительства составил 3,5 триллиона рублей. Как это отражается на жизни наших граждан, на их реальном социальном самочувствии? Главный показатель – это, конечно, рост благосостояния, рост заработной платы. В прошлом году средний рост заработной платы был 13,4%, в этом году – 14,4%. Но на что бы я хотел особо обратить внимание? Если при росте заработной платы 13,4% в прошлом году средний рост пенсии составил всего 5,1%, в этом году, с учетом повышения с 1 декабря, рост пенсии составит в среднем 21%. И я думаю, что это неплохо. Но я хочу подчеркнуть, что это реальный за вычетом инфляции. То, что у нас есть проблемы, это правда. И я сейчас, чуть попозже об этом скажу. Но это реальный рост за вычетом инфляции. Теперь о том, что радует особенно. Это изменения в сфере демографической ситуации. Когда полтора-два года назад мы обсуждали эти программы, были скептики, которые считали, что сколько денег не вкладывай в демографические проекты, они все равно не дадут нужной отдачи. Потому что это общий тренд в постиндустриальных странах, в том числе во всех европейских, снижение рождаемости. Я все-таки согласился с теми, кто считал, что в нашей стране внимание государства к этим проблемам даст необходимую отдачу. Так и получилось. Что мы наблюдаем за последнее время? Коэффициент рождаемости самый высокий за последние 15 лет. А коэффициент смертности самый низкий с 1999 года. Снизилась и детская смертность. Ну и, наконец, последний, не единственный, но тот, который я бы хотел назвать положительный эффект или положительный результат последнего года, уходящего года. Это снижение уровня безработицы. В прошлом году от трудоспособного населения у нас было безработных 6,5%, в этом году 5,7%. Но чтобы понимать, что это такое, что стоит за этими процентами, это 600 тысяч человек, которые нашли свое место в жизни и были трудоустроены за последние годы. За последний год были ли проблемы? Да, конечно, и некоторые из них являются очевидными, заметными практически каждому гражданину страны. Это рост цен и инфляция, которую мы вряд ли удержим в запланированных параметрах. Планировалось, что в этом году инфляция будет не больше 8%. Уже сейчас накопленная инфляция составляет 8,5%, а у нас до конца года еще 2,5 месяца. И это проблема, с которой правительство должно и, конечно же, будет бороться. Я уверен, что мы и с этой проблемой тоже справимся. Но решать ее сейчас оперативно нужно, повышая доходы населения, о чем я и говорил.